Приветствую вас. Знаете, внимательно прочитав ваше сообщение, ваше письмо, я подумал о том, как можно было бы разрешить вашу проблему, как можно было бы разрешить вашу ситуацию, какие могли бы быть варианты для этого. На самом деле варианты есть классические, да, то есть либо вы изменяете отношение к себе, к тому, что происходит с вами, то есть ищете причину того, почему вас раздражает, почему вас злит то, что говорит жена. То есть ведь у этого есть своя причина, да, либо вы понимаете, что ваша жена активно вами манипулирует, и ее манипуляция, она, ну, для чего-то не нужна. Ее манипуляция преследует какую-то цель. И вам здесь, в этой ситуации, очень желательно понять, что если человек использует манипуляцию в своем поведении, да, в своих действиях, в своих поступках, то вряд ли можно говорить о том, что как-то эту проблему вы разрешите. Потому что, ну, у любого человека есть своя слабость, у любого человека есть свои какие-то уязвимые, больные места, и если ваша жена специально выводит вас на эмоции, то это не прислушивается к вам, не знает, когда надо остановиться, то получается, что она постарается не доказать вам что-то, а просто-напросто именно вывести на эмоции. Зачем она это делает? Ну, этот вопрос остается открытым. И в этой ситуации вам нужно просто оградиться от нее, то есть обособиться, сказать, что, вот, ты знаешь, как бы, в наш взгляд достойно того, что я тебя ударю, а я не то, чтобы хочу извиняться перед тобой, а может, ты меня вывела из себя, да, ты довела меня до такого состояния, что я уже не осознавал, что делал, это, грубо говоря, состояние аффекта. Но, я не прошу, чтобы тогда это постаралось, потому что, просто-напросто, мне стыдно. Мне стыдно, я считаю, что, ну, как бы, мужчина, женщина, бить не долго. Значит, вот это такие вот два классических варианта, классических вариантов, которые вы можете использовать для того, чтобы, по крайней мере, для себя получить направление решения этой ситуации. Дальше. Следующий момент, который мне хочется вам сказать, он заключается в том, что вы впишите, значит, у вас две квартиры, в одной жизни вы, в другой – ваша жена, и вы не можете ужиться вместе долгое время. Вот, понимаете как, и ее претензии, да, и ваши претензии, и ее претензии по поводу еды, ваши претензии по поводу того, что она вас не ценит, не любит, не уважает, ах, ну так далее, они, эти претензии, являются производными, производными от других моментов, которые произошли вот тогда, когда начались у вас ссоры. То есть вы не можете ужиться настолько, что живете в разных квартирах. И нужно с вами, если вы хотите отношения гармонизировать и сохранить, нужно с вами разбираться, с чего вот это вот началось. С чего вот это все началось у вас. То есть вот с какого момента мы перестали уживаться друг с другом. Ну это, конечно, по большому счету, просто рекомендация. Если вы работали с психологом, как вы говорите, то, наверное, вы это уже делали. Это просто такое замечание. Вот. Дальше. Следующий момент, который мне бы как разговаривать, включается в том, что это, это ваше описание своего детства. То есть у нее там родственники, алкоголики, если у вас тоже, соответственно, в родине были алкоголики, оба, оба вы чувствовали и переживали вот этих вот скандалов на фоне благоупотребления алкоголя. Значит, что собой представляет последствия подобных, ну, подобного наблюдения такого вот поведения. Значит, когда люди, ну, на глазах у детей постоянно ссорятся, могут скандалить там, друг друга как-то даже толкать и так далее. Если такая ситуация происходит, то, пожалуй, можно говорить о том, что ребенок сам для себя считает вот это поведение, ну, не то, чтобы нормальным. То есть прямо вот однозначно сказать, что это поведение нормальным, нет, я бы не стал. Просто снижается порог чувствительности у, даже не, прошу прощения, не снижаться, повышается порог чувствительности у такого ребенка. То есть ребенок считает для себя возможным, значит, вести так. Если он видит, что его родители или родственники позволяют себе в отношении друг друга какие-то вещи, то он сам для себя считает такие вещи более позволительными, чем, ну, скажем, в другом случае, если бы этого не было. То есть на ребенка это влияет именно так. И получается, что родители, родственники просто-напросто делают для маленького человека какие-то вещи более, знаете, более доступными, что ли. Это вот, наверное, будет самый правильный термин. И вам нужно, если вы этого еще не сделали, вам нужно обязательно детско-родительские отношения проработать. То есть понять, выявить все моменты, связанные с тем, почему так вели себя ваши родные в вашем присутствии, понять, что стимулировало их к этому, что заставлялось так себя вести. И для себя выявить силские границы. Вот вы, например, говорите о том, что вы знаете черту, за которой вы не можете себя контролировать. Тем не менее, ваша жена, она вывела вас за эту черту. Да, своим поведением, да, своими какими-то провоцирующими моментами, но вы позволили ей это сделать. Как бы вам было неприятно это осознавать, но вы позволили в вашей жизни себя вывести. И это значит, что у вас недостаточно контроль. И понятно, что в момент эмоционального переживания, когда вы находитесь, собственно говоря, в состоянии аффекта, контролировать себя вы не можете. Да, это понятно. И в этом вашей вины нет. Потому что никто не может, вы говорите, например, о том, что как было бы здорово, если бы я мог перевести все в другое русло, например, в русло секса и так далее. Да, это все здорово. Но вы человек. Вы не можете настолько сильно контролировать свои эмоции, неровности. Значит, чтобы избежать таких ситуаций, нужно более жестко регулировать себя, более жестко контролировать себя. Если вы чувствуете, что есть черта, за которую лучше не заходить, да, то, во-первых, нужно прекращать диалог тогда, когда вы не достигли еще этой ситуации. А только подходите к ней. Это во-первых. И во-вторых, во-вторых, я вам немножечко еще расскажу о том, как происходит общение между мужчиной и женщиной. И, надеюсь, смогу на вас донести то, насколько бесперспективно вообще вступать в любые перепалки с женщиной. Но об этом, я думаю, нужно сказать чуть позже. То есть, пока мы говорим о вот этой вот черте. Черте, об этой вот границе, которая у вас, судя по всему, является сниженной. То есть, вы легче, чем другой человек, например, человек, у которого не было тех ситуаций в жизни, которые есть у вас, были у вас в детстве. То есть, вы легче, чем другой человек, приходите в вот это вот состояние состояния. И у вас, соответственно, повышен порог того, что вы можете сделать, находясь в состоянии аффекта. То есть, бывает так, что, вот знаете, человек, может быть, у него может быть истерика, у него может быть, там, не знаю, злость, нервный срыв, но он при этом никому не удаст. А вы можете это сделать. И ваша жена может это сделать. У вас у обоих вот этот порог повыше. И в этом вы, наверное, похожи. То есть, вообще-то говоря, люди спорят между собой, постоянно выясняют отношения тогда, когда они в большей степени друг на друга похожи. И вот это еще один важный момент. Смотрите. У вас, у обоих, было сложное детство. Вы оба не можете друг другом ужиться. Вы оба ссоритесь, вы оба вступаете в конфликт, потом вы оба так же остываете, и вы оба так же потом возражаете друг друг другу. Я полагаю, что вы обладаете многими сходными чертами друг другу. И это тоже способствует тому, что вы ссоритесь, к сожалению, друг с другом. И исправить этот момент, пожалуй, можно, ну, в вашем случае мы говорим про вас, значит, с вами эту ситуацию и прорабатываем. То есть, вам нужно понимать, в каких ситуациях вы ведете себя так же, как ваша жена. То есть, опять, в каких ситуациях вы, по сути, зеркально отвечаете ей, именно зеркально. То есть, ведете себя, по сути, так же, как она. И вот в этих моментах вам нужно это, ну, в этих моментах вам нужно свое поведение менять. И вот, пожалуй, это для вас единственная будет поведенческая рекомендация, которая реально действует, действует. Потому что по всей видимости, по, ну, по всему, что вот вы написали, я могу предположить, что вы в своей жене видите, ну, какую-то, может быть, часть или, может быть, какой-то отголосок вы видите из себя. И это вам не нравится, то, что вы в ней видите себя. И вам хочется с ней спорить и доказывать какие-то вещи. А женщину, как в договору, женщину вы видите до ссоры и после ссоры. А нельзя переставать видеть в женщине, женщину. Именно это, полагаю, вас и спровоцировало на то, чтобы ее ударить. Именно то, что вы в ней видите по большому счету, ну, как, не по большому счету, это было бы неправильно, вы в ней видите какие-то свои черты. Вот в этом все, в этом большая беда. В этом большая беда. Ага, значит, это вот то, что касается того, как вам избегать повторения этого, этой ситуации в будущем. То есть именно вот на уровне поведения и поведения. Дальше. Дальше мне бы хотелось поднять вопрос по поводу общения. Да, то есть я вот вам обещал, что расскажу о том, почему совершенно бесполезно устраивать совместные переправки с женщиной. И я как бы, как бы, ну, свое обещание удержил. Значит, мне бы хотелось того, чтобы определить женщину как субъекта, субъекта, ну, скажем так, словесной активности. То есть женщина – это такое существо, которое по сути оперирует в основном словами. Для женщины слова – это способ передачи ее эмоционального состояния. Мужчина, в силу своей приверженности в логике, то есть мы с вами знаем, да, что у мужчины мужская логика, у женщины женская. Но говоря о женской логике, хочется сказать немножко так, что у мужчины логика формальна, у женщины логика неформальна. И законам логики мышление женщины не поддается. А мужчина, естественно, не имея возможности воспринимать то, что говорит женщина нелогично, пытается все проанализировать, то есть не говорит женщина, пытается какими-то вот, как вы это делаете, словами, там, логичными, ну, логичными конструкциями, пытаетесь прийти к какому-то решению. Это неправильно. Вы со своей супругой находитесь на кардинально разных уровнях, и, соответственно, когда вы начинаете спорить со своей женой, вы вступаете на ее уровень, на ее поле, там, где она вас победит. Потому что у женщины чувство на первом месте, у женщины слова, и логика для нее, ваша логика, мужская формальная логика для нее не действует. Соответственно, вы всегда находитесь в проигрышном положении. И отсюда несложно сделать вывод, что мужчина берет чем-то другим. Чем берет мужчина? Мужчина берет действие, мужчина берет поведение, мужчина берет какими-то поступками. И поэтому отсюда, я надеюсь, из моего такого вот, ну, не очень большого описания, потому что и так получают достаточно много, при том, что я хотел бы вам там еще кое-что рассказать дальше, вы поняли, что изначально женщины вступать в перефалку не стоит. Напротив. Лучше, изначально, сразу, как только вы видите, что вот у вас уже обычный разговор начинает перетекаться в спор, то вы тут же для себя приглашаете, говорите, хорошо, все, я услышал тебя, я как бы понял о том, что ты говоришь, все, и замолкаете, или переводите разговор на другое, когда еще вы оба не распалились. В частности, я воспользуюсь вашим примером, который вы здесь привели. Значит, вот вы пишете, значит, она пытается наказать, что мне не нравится ее еда. Ну, давайте вот здесь, к этому вопросу подойдем так. Апанак говорит, ну, я знаю, это как бы ваша жена говорит, я знаю, что моя еда тебе не нравится. Вы говорите, хорошо. Вы говорите, какие признаки, какие аргументы у тебя есть, чтобы подтвердить свои слова. То есть, что по твоему мнению доказывает, что мне не нравится твоя еда. Она вам говорит, называет, там, вот, то-то, 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 то-то. Вы говорите ей, смотрите, здесь, после того, как она назвала вам свои аргументы, вы можете начать, вы можете попробовать, попытаться эти аргументы опровергнуть, то есть, привести в своих контр-аргументах. И здесь важный момент. Если ваша жена начинает вас перебивать и не дает вам сказать, или если вы видите, что к важным словам она не прислушивается, значит, еда – это только повод. Еда – это только повод. Для чего? Ну, для чего сказать сложно? Может быть, для того, чтобы привлечь ваше внимание. Может быть, для того, чтобы… Может быть, это следствие каких-то других конфликтов, более глубоких. Например, о ее ревности, как сказать, происсякает из неуверенности в себе. И так далее. То есть, ну, вот, очевидно, что если она говорит про бывшую жену и говорит достаточно грубо и жестко, то очевидно, что она ревнует. Ну, а ревность – это всегда эгоизм, это всегда неуверенность в себе, заниженная самооценка и так далее. То есть, вот это является, может быть, корнем, может быть, каким-то неразрешенным конфликтом для нее, а еда – это лишь форма. И если вы видите, что ваша жена не дает вам сказать, вы видите, что она откровенно не прислушивается к вашим словам, то не стоит даже пытаться. Потому что это означает, что ваша жена в глубине души понимает, что еда, ее вам нравится, но она использует этот предлог для того, чтобы начать с вами ссориться, чтобы выразить тот негатив, который у нее есть, просто вот, ну, независимо от ситуации с едой. И в контексте еды вы можете сказать, ну, вы видите, что доказать своей жене не можете ничего, вы можете просто-напросто сказать ей, «Хорошо, мне не нравится твоя еда. Как ты говоришь, вот ты как говоришь, что тебе не нравится моя еда?» Тогда, может быть, ты знаешь, что можно сделать, чтобы она мне нравилась, по твоему мнению. То есть, заставьте вашу жену думать над тем, что она говорит. Постарайтесь ставить ее в противоречие. Постарайтесь, чтобы она сама задумывалась о том, что она говорит. Не отвечайте ей, не поддерживайте ее, вот этот вот выплеск негативной энергии, а показывайте ей, что у нее самой есть противоречие, что ей же самой хуже от этого противоречия. И все. Не поддерживайте ее. Находитесь как бы выше ее, вот этого вот уровня. Уровня слов, уровня общения, уровня словесных перепалок и так далее. Заключите мне пример, который я хотел бы привести вам в этом контексте, будет следующий. Вы же, наверное, видели ругающихся женщин. Вы видели, как они ругают, как они слезы, как у них там, просто такие перепалки словесные. И мужчины, которые очень редко это делают. Потому что, ну, это не сильная сторона мужчины, участвовать в такого рода перепалках. Когда женщины устраивают перепалки, она каждая говорит о своем, они друг друга не слушают. И в этот момент ваша женщина тоже не слушает вас. Это нужно понять. Когда вы чувствуете, что обычный разговор, обычный нормальный разговор, начинает перетекать к какой-то уже личной заинтересованности, да, то если вы видите, что она начинает с вами спорить, просто-напросто не вступайте в это поле. Просто-напросто не вставайте с ней на одном уровне, на ее поле она вас всегда победит. И вы всегда будете виноваты. Всегда. Вне зависимости от того, ограничивается ли у вас ссора только словами, или ограничивается ли у вас ссора только, ну, или дело дойдет до, там, физического насилия. Это не важно. Вы в любом случае будете виноваты. Дальше. Что еще хочется вам сказать? Ну, вопрос, понимаете, вот, собственно, сам вопрос, касающийся удара, сам вопрос, касающийся удара, то есть того, что вы ее ударили, это вопрос по большому счету морали. То есть это, как договор, не психологический вопрос. Вы пишите, что вины никакой вы не испытываете, но не хотите, чтобы это повторялось. А вины вы не испытываете, потому что, наверное, понимаете, что жена сама вас спровоцировала, что вы не робот. То она специально давила на вас, специально выводила вас на эмоции, во-моему, хотела, да, чтобы вы ее ударили. Но вы это знаете, и из-за этого, наверное, вину вы не чувствуете. Тем не менее, тем не менее, понимаете, в чем дело? Я недавно сказал, что этот вопрос по большому счету моральный, потому что мужчина, который глубоко в себе держит моральную установку, женщину вообще ни при каких условиях, ни при каких ситуациях не бить, он, наверное, все-таки ее не ударит. А если вы ее ударили, значит, это вас говорит тот самый повышенный порог чувствительности, о котором я говорил. Да, то есть более высокий порог дозволенности из-за конфликтности вашего детства. Соответственно, вот этот вот порог нужно снизить до того уровня, чтобы для вас ударить женщину, в любом случае, чтобы она вам не сказала, было в большей степени недопустимо, чем сейчас. И что для этого нужно? Промфоризировать ваши отношения с родителями. Как-то лучше понять их. Восстановить или поработать больше над моральной стороной дела. То есть, воплать к тому, например, что вы мужчина, что вы более сильный, что женщина это существо слабое, что ударить слабого, это значит не уважать себя. Если вы не уважаете себя, то вы не уважаете ее. Вот какое из этих направлений выбрать, тут уже, я думаю, вы сами для себя решите. То есть, в чем именно, в какую сторону вам нужно будет двигаться. Но, если вы хотите, чтобы это не повторилось, а, как известно, с женщинами не получается так, что всегда все спокойно. То есть, даже при всем том, что я сказал, они все равно, я имею ввиду, женщины могут вывести мужчину на эмоции, и вывести мужчину на конфликт. И что же получается? Получается, каждый раз, когда она выводит на конфликт, а каждый раз, когда женщина выводит мужчину на конфликт, она его своего рода проверяет, она его своего рода, как бы, тестирует на прочность, на устойчивость, на стрессов устойчивых и так далее. То есть, получается, как раз иметь риск ударить женщин? Нет, я не думаю, что это хорошая идея. Соответственно, для того, чтобы этого не произошло, ну и надеюсь, что в этом направлении, в этом направлении. Дальше. Значит, теперь мне хочется сказать вам по поводу вот еще того, что вы приспичьтесь в каждой техпандиксе «чувство вины». Вот я прям цитирую, вы не испытывали в тот момент чувство вины, да и сейчас его нет, не могу понять, это нормально, что его нет, это нормально, что я не чувствую за собой вины. К сожалению, то, что вы не чувствуете за собой вины, это не нормально, потому что, понимаете как, вы можете не испытывать чувство вины за то, что вы ударили свою тишину, потому что она вас вывела на эмоции. Это да. Тут она, можно сказать, будучи взрослым человеком и понимая, что делает, скорее всего, сама виновата в том, что произошло. Но, и это личный уровень. А есть еще другой уровень, общечеловеческий, который гласит то, о чем я сказал немножко раньше, что мужчина, понимая, что он сильнее, что он мужчина, а не женщина, и понимая, что он не может быть таким же, как женщина, определяя разницу между собой и женщиной, никогда не позволит себе ее ударить. Просто потому, что мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина. и если вы, вот заранее прошу меня простить за эти слова, они могут вам не понравиться, но если вы ударили свою жену, то вы на какой-то момент поставили себя на одном уровне с женщиной, то есть сравнялись с ней. А это неправильно. Мужчина не равен женщине, а женщина не равна мужчине. И вот в этом контексте, в этом понятии, это ненормально, что вы не чувствуете чувство вины. И единственным обоснованием этого, ну, вы грамотный человек, вы рассудительный, умный человек, вы пишете все очень грамотно, подробно, то есть вы не какой-то там, да, я не знаю, тупой, который просто вот из-за агрессии бьет свою жену. Нет. Я думаю, что причина только может быть в том, что вы видите в ней себя. И для того, что вы в ней видите себя, вы как раз таки и делаете для себя позволительным возможность удар. другое объяснение произошедшему с учетом всего того, что вы написали, я бы, наверное, не предлагал. Ну, разве что в состоянии аффекта, но, как я уже говорил, в состоянии аффекта бывают многие люди, но вот далеко не каждый из них позволяет себе, грубо говоря, распускать руки. То есть доходит до того, что женщина кидается на мужчину, там, бьет его, царапает, там, не знаю, толкает, а он просто пытается его сдерживать, обнимает и все. То есть прижимает к себе, где-то пока она успокоится. Вы этого не сделали, и я думаю, что это вот… В этом ненормальность вашего поведения, которое обусловлено вот этими вот двумя аспектами. Первый аспект – это более высокий порог чувствительности, порог дозволенности более высокий. И второй аспект – то, что в ней вы видите себя, то есть вы похожи. Также ваша походность определяет ваше слово. То есть в ней вы видите соперника, чем для себя. То есть вы соперничаетесь с ней, и у вас подсознательно возникает желание ее починить, опередить и так далее. А соперничать с ней не нужно. Для того, чтобы не соперничать, нужно отделить себя от нее, понять, что у вас разные уровни и выработать отношения к каждому аспекту, который является спорным для вас. Это то, что касается того, что вы сделали, того, что вы не чувствуете, он с тобой вину. Дальше. Вы пишите, что я боюсь, что эту ситуацию повторится. Ну, знаете, вот немножечко странно видеть ваше такое сообщение короткое. Я боюсь, что ситуация повторится после всего того, что вы написали. Вы боитесь, что ситуация повторится почему? Чего вы боитесь? Вы боитесь, что вы ударите с вашей женой еще раз, но почему вы боитесь, что чувства вины у вас нет? Вы боитесь, что она вас будет обвинять еще больше в чем-то? Вы опасаетесь того, что ваша семья распадется, но у вас уже как минимум странная семья из-за того, что вы живете раздельно. И вы бросите свою жену, которую вы любите, без которой вы по идее не можете жить, а побыть в другой квартире. То есть это, мягко говоря, говорит о том, что ваша семья уже держится, ну, на очень-очень слабых моментах. То есть, может быть, даже семьи уже как таковой нет. Вообще-то говоря, неплохо бы пересмотреть вообще ваши взгляды на семью. Какое она нам представляется, семья. не сильно ли вы ее идеализируете, потому что при идеализации возникает попытка подстроить человека под идеал, а когда человека пытаешься подстроить, то это естественно кроме разочарования и какого-то негатива ничего не дает. То есть определите для себя, постарайтесь определить. А вот почему вы боитесь эту ситуацию подстроить? Почему именно вы боитесь? Возможно, этот страх является прямым следствием того, что у вас зависимость от вашей жены. То есть вы говорите с ней плохо, а без нее еще хуже. не сложно догадаться, что вот если вам с ней плохо, это одно, а если без нее еще хуже, то вы что-то теряете. То есть вот смотрите, грубо говоря, самочувствие без нее по шкале от 1 до 10, ну или от 0 до 10, там скажем 2, это с ней. То есть с ней вы чувствуете себя на двойку. Кому-то плохо, с ней плохо. А без нее вы чувствуете себя на минус 5, например, минус 5. То есть вот разница между тем, что вы чувствуете с ней и что вы чувствуете без нее, разница вот то, что вы теряете. Вот это нужно осознать. Понять. Уметь восполнять. Уметь получать для себя. Возможно, это какая-то ваша неуверенность. Возможно, это ваш страх. Возможно, это ваши сомнения. Ваши мелокомплексы, что-то еще. И вот это нужно вам самому получить. Чтобы без нее у вас было состояние на двойку и с ней у вас было тоже состояние на двойку. Чтобы ничего не менялось. Тогда можно будет говорить о том, что вы от нее независимы. И тогда можно будет говорить о том, что вы свободный человек и свободно выстраиваете с ней свои отношения. Пожалуй, про любовь. Ну, то, что вы ее любите. То, что вы ее много прошли. Куча ссор и так далее. Это очень здорово. Но, понимаете, если ссоры проходят, люди ничего из них не извлекают, то, к сожалению, ссоры это... Ну, это просто трата нервов, трата времени и все. То есть, и ссоры люди что-то извлекают. А вы, судя по всему, не извлекаете ничего. Далее вы пишете, что работали с психологом. Ну, если вы пишете про работу с психологом, было бы хорошо, если бы вы написали по поводу чего вы работали с психологом, какой результат у вас появился после работы с психологом, чего вы добились, чего вы не добились. Дальше вы пишете, что она сама учится на психолога. И вот здесь я, ну, вынужден, знаете, сказать вам о том, что меня это насмешило. То есть, насмешило не в том плане, что мне это смешно. Нет, на самом-то деле мне не смешно. Просто человек, который находится на приеме у психолога, то есть, который разбирает свои проблемы, сам же учится на психолога. Получается, что человек пошел учиться на психолога потому, что, скорее всего, у него были какие-то проблемы, и через обучение психологии человек надеется свои проблемы решить. К сожалению, психология не решает проблемы при ее изучении. Наоборот, психология еще больше человека раздирает на гуски, если он изучает ее для решения своих проблем. К тому примеров масса. И очень небольшой вопрос, зачем и почему ваша жена учится на психолога. Но, если вы позиционируете это как плюс, я, к сожалению, должен вас в этом огорчить. Вот вы пишите, что после ссоры начали изучать вопрос о зависимости. Ну, далее вы пишите про треугольник Карпмана, не покидает мысли, что найти ключик к таким ситуациям. Например, заканчиваться ссорой раньше, пока еще не изменяется. Оба либо научиться переступать через себя и смотреть на ситуацию по-другому, чего то она хочет мне донести этой истерикой. Ну, как это сделать? Как научиться через себя переступать? Точнее, через свою гордость про убийство, предубеждение, навязанные предубеждения и стереотипы. Когда я спокоен, я все это понимаю, но если приступить и чувствовать, то я не могу собрать, что делать и так далее. А вы понимаете? Ну, во-первых, через гордость, наверное, это переступать не надо. Это уже будете не вы, а кто-то другой. Значит, не нужно себя ломаться. Это первое. Второе. Навязанные предубеждения. Ну, если предубеждения навязаны, то они навязаны кем-то. Если они кем-то навязаны, то они преследуют цель. То есть, они были навязаны вам для чего-то. Вот с разбора этого вам и можно было бы начать. Равно как истис-стереотип. То есть, стереотипы также создаются с определенной целью, с формированием определенного поведения у людей. И это, опять-таки, кому-то нужно. Вот с этого нужно начинать. То есть, предубеждения можно убрать, все стереотипы можно убрать, если понять, кто их навязал и для чего. Если начать подбрегаться сомнению, правильность и благородность людей, как это дело. Ну, или общество. Если вы не совсем понимаете, почему общество навязывает эти стереотипы, как это происходит, то с этим нужно разбираться. В своем ответе говорить этого я уже не буду, потому что я получил очень многое. Но, тем не менее, тем не менее, направление я вам дал. Дальше. В принципе, на ваш вопрос, как себя вести, как на эти ключики, я сказал. То есть, я ответил на ваш вопрос по факту. Не знаю, насколько вы воспользуетесь этим советом, этой рекомендацией, справитесь ли вы с страхами или нет. Но, тем не менее, я вам это дал. Я вам дал рекомендации и направление, как поступать. Теперь осталось только дело за вами. Дальше. Дальше вы просите совет. Как мне можно было поступить в этот этап и что делать, чтобы такого не повторялось? Ну, думаю, что если говорить про совет, то многие эксперты скажут вам работать с психологом длительно, на постоянной основе, с тем, чтобы разбирать все ваши проблемы. Вообще, советы психологи не дают. Мы даем рекомендации, мы оцениваем ситуацию, мы показываем, что можно сделать. А советы дают другие люди. На этом, я думаю, можно, в принципе, закончить, потому что, как мне кажется, я достаточно полно ответил на ваш вопрос. Но, перед тем, как закончить, я хочу вас спросить еще вот о чем. Вы пишете, что хотите сохранить отношения, но при этом не могу понять, что это за отношения и нужно ли их сохранять. Понимаете, вот, ну, отношения между людьми, они не поддаются пониманию, потому что это соединение и осознание двух людей. И чтобы понять, что это за отношения, нужно объединить в одно сознание, сознание двух людей. Вы этого сделать не можете. Но вы можете спросить себя, какое место у вас в этих отношениях? Достойны ли вы этого места? Хотите ли вы другого места, что вам для этого мешает? И самый главный вопрос, это для чего вы хотите эти отношения сохранить? То есть, для чего вам это? Если для себя, а есть очень большая вероятность того, что для себя, потому что вы зависимы, то нужно работать с вами. Ваша жена совершенно не обязана давать вам то, что вы хотите от нее получить. А если для нее, если для того, чтобы сделать ее счастливой, то это уже другой вопрос. Тогда нужно просто подумать, что ей нужно для счастья, вашей жены, вашей жене. Но для начала на вопрос, для чего вы хотите сохранить отношения, стоит ответить для себя. Понимаете, если для того, чтобы отношения сохранить, вам придется поменять себя, сломать себя, например, приступить себе свою гордость, это будет жертва. И вряд ли это пойдет на пользу вам, пойдет на пользу детям, пойдет на пользу в конечном итоге вашей жене. На этом, Александр, я думаю, можно закончить. Я надеюсь, что помог вам. Я старался максимально подробно все раскрыть, максимально подробно вам описать проблематику вашей ситуации. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!